Привет! Привет всем! Сегодня у нас будет встреча посвящена ЛТО. Кто знает, что это такое? ЛТО, личный товарооборот, да, для всех обычно это такая проблема, как организовать заказ. И многие не начинают бизнес сетевой, потому что есть заморочка такая, что я не смогу организовывать личный товарооборот. И это нормальная ситуация, с этим сталкивается, мне кажется, большинство людей, большая часть людей, которых я знаю, они с этим столкнулись, в том числе и я. Давайте сегодня поговорим о истоках проблемы, страх продажи, откуда он сидит. На самом деле это нормальный страх, потому что он в нас заложен буквально генетически с детского возраста. Когда нам говорили, да, всегда родители, что, может быть, слышали такие слова, как спекуляция, вот они там торгаши или, ой, продаст воздух, что угодно. И как бы это всегда преподносилось с такой точки зрения, как бы с негативной, то что вроде бы как это плохо, согласны? Все говорят, да это, ну как бы, ой, нет, я так не буду, да, родители говорят, я так не буду, потому что это плохо. А давайте разберемся, а что в этом плохого? Вот честно мне скажите, вот что плохого в том, чтобы там что-то кому-то продавать, делать человеку, я считаю, мы приносим пользу, когда продаем человеку что-то полезное, и то, что изменит его жизнь к лучшему. Привет всем! Например, да, мы говорим сейчас о продажах в общем. Я считаю, что продажи мы совершаем с вами на каждом шагу. Согласитесь? Каждый день, каждую минуту вы совершаете продажи, когда вы общаетесь с каким-то человеком. Например, вы посмотрели фильм, интересный фильм, и он вам прям вот понравился. Вы что делаете? Ваши действия. Вы идете или звоните подруге, или с кем-то встречаетесь, и в разговоре вы говорите, я посмотрела крутой фильм, он мне очень понравился, я тебе рекомендую, посмотри его тоже. Или мы говорим, слушай, я этот фильм посмотрела, вообще ерунда полная, не ходите, не тратите время и деньги. Да, если мы, например, сходили в кино, фильм дурацкий, блин, вообще никакого впечатления, ушли опустошенные, то мы тоже друзьям рассказываем, мы им продаем, что туда идти не надо. То есть, ребят, это продажи, которые мы совершаем на каждом шагу. И насколько я знаю, что люди, примерно 90% людей делают покупки благодаря рекомендациям, согласны? То есть, если сравнить двух подруг, которые очень близко дружат, то они будут очень похожи, у них будет даже в комнате стоять что-то одинаковое и похожее по интерьеру, в одежде одинаково, прически почти одинаковые, макияж делают одинаковый. О чем это говорит? То, что люди друг с другом обмениваются информацией, и если им это нравится, они это впускают в свою жизнь. Если не нравится, они говорят нет. Согласны? Ставьте хоть плюсики, давайте такое общение, как это, не монолог мой будет, а диалог. Вы можете мне какие-то вопросы задавать, самые каверзные, вот с чем вы сталкивались в начале еще своего бизнеса, когда начинаете. Вот с чем вы столкнулись? А я вам расскажу, вот как я с этим сработала. То есть, первое, что я поняла, вообще, до меня сразу достучались, мне объяснили, что мы не занимаемся продажами, мы занимаемся рекомендационным бизнесом. То есть, мы рекомендуем. Ребят, что такое продажа? Вот я вот, например, взяла, там, 10 наборов хожу и втюхиваю. Ну, купите у меня эти наборы, ну, купите. Ребят, ну, купите, ну, недорого, ну, помогите, мне надо продать. Вот эта продажа, если же мы рассказываем, например, я говорю, о, девчонки, я беру свой набор, у девчонки купила набор, делаю сама себе маникюр, он такой крутой, смотрите, какая упаковочка, да, уже ему столько времени, он не обтирается. Все инструменты, это маникюрный набор мой, все инструменты в нем заточены, классно, уже столько пользуюсь, даже вообще нет нареканий, все классно, я прям рекомендую, вот возьмете, не пожалеете. Вот это рекомендация, рекомендационный бизнес. И если у вас подруги спросят, а где купить такой? Я говорю, ну, ты можешь заказать его через меня. Все, вопрос снят, согласны? Давайте пальчики вверх, вот как делает, да, вот последний смайлик, если вы меня понимаете, о чем я говорю, услышали, то ставьте пальчик вверх. Вот первое, что я поняла, что мы занимаемся рекомендацией. Если человеку нужно, он возьмет, вот, если нет, то не возьмет. И поэтому первое мое действие было решение, что надо попробовать продукцию, потому что, чтобы ее рекомендовать, рекомендовать с удовольствием, нужно ее попробовать. А вдруг она не очень, да, например, она вот такая, зачем же я буду ее рекомендовать, чтобы мне потом мои знакомые настучали по голове. Правильно? Правильно. Вот, поэтому первый шаг, который должен сделать каждый человек, особенно у которого страхи, сомнения, переживания, это сделать для себя первый пробный заказ, выписать ту продукцию, которая нужна человеку. Не то, что, блин, надо набирать, там, вкладывать деньги, ни в коем случае. Нужно взять то, что вам нужно. Например, смотрите, зубная паста кончается, выпишите себе зубную пасту, там, смотрите, тушь уже подсыхает, тушь возьмите, то есть, да, или парфюм, вот все, что вам нужно, не специально купить и поставить как на полку, как в склад, а возьмите и начните сразу пользоваться, получите первый позитивный опыт. Вот это очень важно. Далее вам нужно будет эту продукцию дать попробовать. Ну, например, взяла крем, сейчас вот, взяла крем себе для рук, попробовала, понравился и по запаху, да, и по качеству, все, мне нравится, флакон обалденный, да, вот прям вот заканчивается уже, жалко прям. Что я делаю? Я беру этот тюбик и иду с ним к своей подруге и даю ей попробовать. То есть, я что делаю? Я говорю, смотри, какой крем классный себе купила, попробуй. И беру ей немножечко, да, даю попробовать. Один раз. Ну, что, жалко вам, что ли? Давайте человеку пробовать. Она пробует и получает свое ощущение, свое впечатление, потому что вы знаете, что у каждого человека есть рецепторы и, как это называется, восприятие, да, свое восприятие. И у нас есть несколько точек, которые мы можем затрагивать. Первая точка – это мы рассказываем, да, мы задействуем слух. Это первый орган восприятия. Второе – мы даем посмотреть, то есть, визуально. Третье – мы даем подержать, то есть, продукт в руки и говорим, сама попробуй. То есть, человек должен попробовать, как это открывается, сколько надо выдавить, чтобы там достаточно было. То есть, мы включаем самые главные функции, да, вот эти вот осязания. И нос. Мы говорим, понюхай, как это пахнет. И она нюхает, да, или он. Да, человек нюхает, и он начинает понимать, вообще ему нравится или нет. У него задействовано все – глаза, уши, да, кинестетика, ощущение кожи и запах. Самое главное. То есть, когда мы включаем все, то мы максимально даем человеку возможность определиться, нравится ему это или нет. Понимаете? Это нормально. Потому что вы же понимаете, что мы, например, не можем рассказать просто… Вот посмотрели кино, мы про него рассказали, и человек говорит, о, классное кино, но уже смотреть не буду. Я все понял, да, и… Нет, это не кино, это я чуть-чуть рассказала тебе, чуть-чуть, прям, мое впечатление. Ну, ты не увидел всех этих артистов, как они, их игру. Ты не увидел их костюмы, вот эту обстановку, да, этот интерьер, в котором все это происходит. Мы это передать не можем. Поэтому при взаимодействии с потенциальными клиентами очень важно включить все органы восприятия. Здесь все понятно? Поставьте плюсики вот такие вот, пальчики вверх, смайлики, плюсики, как вам удобно. Просто напишите «да». А я приветствую всех, кто еще присоединился. У нас сегодня веселый эфир. Я рассказываю, как я начинала в сетевом маркетинге, потому что у меня была затыка такая, что я не смогу делать личный товарооборот. Вот для меня это было вообще просто проблематоз. Мой первый заказ был два продукта. Помада и интимный гель. Гель для интимной гигиены. Все. Вот я как бы и боялась брать больше, и денег особо не было, и в принципе ничего больше не нужно было на тот момент. В этом первое. Пробуем сами, получаем свое первое позитивное впечатление, и потом максимально его передаем людям. То есть максимально это значит даем попробовать. Это все равно, что мы рассказываем про фильм, или включаем трейлер, когда человек уже увидит хотя бы какие-то фрагменты, и уже поймет, что артиста нравится, заводится, появляется желание посмотреть этот фильм. Вот это точно самое. Дайте ему маленький трейлер попробовать. Следующее, что еще важно, чтобы личный товарооборот организовать, делать это систематически. Потому что если вы будете делать это, как Бог пошлет, как говорится, послал мне Бог встречу с подружкой, я ей покажу. Нет и нет. Так дело не пойдет. В каждом бизнесе должен быть четкий план. Четкий план. И по личному товарообороту тоже нужно ставить план. Что я для себя пишу? Это количество встреч. Потому что из количества встреч складывается определенный объем. Потому что я знаю, что, например, если я встречаюсь с теплым кругом своим, со знакомыми, им рассказываю, показываю, даю понюхать, помогаю подобрать, то заказов будет больше. Если это холодный круг, то есть незнакомые люди, то заказов будет меньше, потому что люди пока мне не знают, не доверяют. У меня пока нет возможности включить все их органы восприятия. Согласны? Вот. Следующее, что вы должны себе в план поставить, это расписать количество встреч. То есть, например, вы себе планируете два дня посвятить встречам с друзьями, родственниками. То есть объехать всех. И вы себе рисуете маршрут. То есть планируете, что с собой возьмете, какие пробники, каталог там возьмете. Максимально всю продукцию, которую себе взяли, все, что можно быстро дать, попробовать, понюхать, подержать в руках, берите с собой. Потому что это важно. Человек должен вот потрогать это, посмотреть на упаковку и так далее. То есть планируете количество встреч. И рисуете себе удобный маршрут, чтобы не было такого, что одна встреча у вас в одном конце города, следующая в другом, а третья опять в этом же месте. То есть вы или районами работаете, где у вас вот кучка, вместе живут близкие родственники. Сначала с ними, потом переезжаете туда, куда уже удобнее и так далее. Третье. Нужно фиксировать результат. То есть вам нужно получить первый позитивный результат, конкретный, финансовый. Поэтому большую ошибку, которую допускают новички, они берут, и их задачи, главное, не ставить себе задачу, лишь бы продать. Я на самом деле рекомендую не ставить перед собой задачу продать. Я рекомендую задачу хорошо отработать навык предложения. А если вы будете хорошо отрабатывать, то у вас автоматически появятся заказы. И вам нужно получить первую денежку. Вот первая денежка, она даст вам энергию. Даже если это будет маленькая, крем заказали, пусть там прибыль у вас 30 рублей. Ребят, ну это первая денежка, да, даже окупит вашу поездку в один конец хотя бы дорогу. То есть вы получите первый позитивный финансовый результат. Вот это очень важно. Запишите себе и рекомендуйте новичкам сразу не гнаться за огромными заказами, да, а получить просто первый позитивный опыт. Это очень важно. Вот мне повезло, я с первой продукции пошла сразу к подруге, к близкой подруге. Вот, говорю, Ленка, смотри, что я себе купила. Вот, я записалась в Reflame, мне тут так все понравилось. Хочешь попробовать? Она такая, конечно, давай. Мы с ней все перемазали, попробовали. Она говорит, я тоже хочу. Я говорю, так давай выпишем тебе. Она говорит, давай. То есть у меня первый позитивный опыт был, да, что у меня сразу пошел, ну, заказ, потому что я пошла к самым близким людям, которые мне доверяют, любят меня. Вот, потом была тетя, сестра двоюродная. То есть пошел процесс позитивный. Следующее, что вам нужно себе поставить в целях, посмотреть, ну, вот эту статистику. Вот всегда фиксируйте, сколько вы сделали встреч, как вы их отработали, всегда анализируйте, насколько вы выложились, насколько вы были искренни, действительно не просто врали, а вот, да, там, придумывали. А рассказывайте только реальные истории. Либо те, которые вот вы в чате читаете, ребята делятся опытом своим, либо своими. Особо важны вот свои эмоции, свое впечатление. Там, я попробовала, я понюхала, ой, у меня вот это вот почувствовало, а я вот набрызгалась этими духами, пошла и познакомилась, там, ко мне парень пристал, то есть, да, как бы познакомиться. Ну, как бы делитесь чем-то позитивным, прикольным. Следующее, что вы должны себе поставить в планах, это стать экспертом. Экспертом по продукции. То есть, изучать продукт. Потому что, ребят, если мы говорим о том, что, ну, о долгосрочных отношениях с компанией, говорим о том, что мы хотим строить серьезный бизнес и результативный, чтобы не просто быть записанным в компании, да, для галочки, а мы хотим получать результат. Хороший, качественный результат финансовый, да, чтобы наши мечты осуществлялись. То нужно стать экспертом. Первое, сами собственным опытом изучаете продукцию. Второе, у нас есть на сайте великолепное описание продуктов. То есть, вы можете изучать тренинги, которые нам предлагает компания. Там подробно рассказывается, какая серия, для какой кожи, для какого возраста. То есть, вы должны разбираться. Потому что, если вам встретится клиент с проблемной кожей, чтобы вы не убежали, сломя голову, да, смогли поработать, подобрать ему два варианта, да. Всегда нужно два варианта предлагать, ну, какие-то оптимальные для человека. И по финансам, чтобы он мог себе выбрать. Потому что один вариант должен быть подешевле, другой, да, подороже. И вы должны в этом разбираться. Или, например, человек говорит, мне нужен шампунь. У наших там шампуня этих 20 штук. Какую предложить? То есть, нужно стать экспертом и понимать, для какого типа волос, для какой проблемы лучше рекомендовать какой шампунь. Согласны со мной? Поставьте вот так пальчики. То есть, нужно становиться экспертом. То есть, разбираться в ассортименте. Потому что, ну, недаром же, да, про нас говорят, что мы представляем лицо шведской иностранной компании. Во-первых, мы должны сами всегда выглядеть. На 100%, да, круто, на 100-500. Во-вторых, мы должны заниматься консультированием. Не продажами. Ребят, вы можете продать человеку что-то. Да, он возьмет, например, попробует, говорит, фу-то, блин, мне же это вообще не подходит. Или у него жирная кожа, а вы ему продаете крем для сухой. И он мажется, говорит, что-то не понял, еще жирнее кожа становится, сало льется. Что такое? Читает на флаконе. Написано, для сухой. Говорит, блин, вот так порекомендовала, так порекомендовала. У меня кожа жирная. То есть, вот эта экспертность вы должны в себе развивать. А это нормально, да, вы в любой профессии, кем бы вы ни работали, вы всегда развиваете свою экспертность. Согласны? И к этому бизнесу нужно тоже относиться как к профессии. То есть, да, если вы отношения правильные сразу себе, ну, формируете, то у вас будет правильный результат. Если же вы просто хотите там потусить, посмотреть, ага, ну как там, что пойдет, ну что мне спонсоры как будут помогать, пусть напрягаются, теперь все работают. Ребят, не получится ничего. Просто вы сольетесь и потратите свое время. Я считаю, что в любом деле, за которое, ну, беремся, нужно браться со всей ответственностью, на 100% выкладываться, присоединяться на 100%. Вот представьте, космический корабль, да, летит там на станцию. И он не, ну, как бы, человек не эксперт, и он не знает, как присотаковаться к станции. И он тыкается, тыкается, в результате не может соединиться, они не могут зайти на станцию, взять еды, там, пополнить запасы горючего, и корабль, да, терпит крушение. Понимаете? То есть, относитесь ко всему глобально. Как бы, если вы, ну, ко всем вещам будете так относиться, то увидите, как ваша жизнь начнет меняться. Согласны со мной, да? Что это круто. Когда вы, ну, например, начинаете круто ко всему относиться, проникать, просаливаться, то у вас идут крутые результаты. Вроде бы действия-то простые, да, поставили себе в план каждый день смотреть, например, один вебинар по продукции, чтобы стать экспертом, а один вебинар уже по техническим моментам. Чтобы, ну, набираться опыта, как вот строить быстро команду, как организовывать товарооборот и так далее. Вот. Тогда у вас будет результат. Если же вы говорите, ну, блин, это так долго, продукции так много, ну, ее нафиг, так пойдет. Может быть, и пойдет, но знаете как? Это как дом построить на песке, без фундамента. То есть, его смоют первым дождем. Поэтому я рекомендую, во-первых, принять решение, насколько вы серьезны в бизнесе, правильно, заложить правильные программки себе в голову, правильные установки, правильное отношение и выкладываться на 100, на 200%. Окей? Вот. И по поводу всего этого я хочу подвести итог такой, да. Если есть вопросы, вы задавайте вопросы, потому что уже почти 20 минут говорим, достаточно на сегодня. Если есть вопросы, задавайте. Если вопросов нет, я подвожу итог. И что я хочу вот в итоге сказать, ребят, вы не думайте, что у вас с первого, например, месяца работы должно все получиться. Нет. Дайте себе время. Дайте себе время для того, чтобы набраться опыта, стать экспертом и уже потом пойдет результат. То есть не переживайте, если сразу не получается. Это нормально. Есть люди, которые делают очень много действий, да, безрезультативных, но они просто не останавливаются, потому что понимают, что это период обучения, период становления, там, период, когда я, да, вникаю во все, набиваю свои шишки, свой опыт набираюсь и оттачиваю свое мастерство. Поэтому не гонитесь за быстрым результатом, делайте все основательно, рассудительно и с позитивным всегда отношением. Окей? Вот. Всем привет, кто присоединился. Мы уже, в принципе, заканчиваем. Ребят, желаю вам продуктивного дня. Поставьте себе хорошие, качественные цели, которые будут, да, соответствовать вашему видению, куда вы двигаетесь, и делайте каждый день. Каждый день тогда будет крутой результат. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока вам. Субтитры сделал DimaTorzok